Всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, компания Elite Startup. Мы помогаем компаниям и корпорациям запускать новые продукты, вводить их на рынок, а также управлять релизным циклом продуктов. То есть, когда они разрабатываются, мы что-то релизим, и релизим это либо супербыстро, и у нас все работает, либо медленно, и в итоге что-то может не работать. Об этом сегодня поговорим с вами в статье. И сегодняшнее видео у нас как раз про Continuous Integration. Это история, которая позволяет нам максимально быстро проверить, все ли у нас работает в данный конкретный момент. И по ссылочке внизу находится подробная статья по этой теме, очень классная, и там все подробно рассказано, а в видео я вам кратко изложу ее суть. А проходите, пожалуйста, к нам на сайт обязательно, подписывайтесь на канал, будет много-много такого контента. И на нашем канале уже есть много классных видео, обязательно-обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки и смотрите за релизами. Мы для вас стараемся делать их максимально частыми. А также подписывайтесь на канал. Не буду вас долго грузить. Да, это история, когда все процессы разработки должны быть с разными фичами синхронизированы, чтобы мы в любой момент могли включить и проверить, работает все или нет. Но по сути это просто по нажатию одной кнопки мы включаем и проверяем, что у нас работает, что нет. Соответственно, вменяемый промежуток времени у нас минут 30, мы должны понять, что все классно, у нас все работает, мы делаем то, что надо. И достигается в основном это за счет автотестирования, то есть так называемого test-driven development. У нас есть отдельное видео на канале и статья на сайте, даже вроде не одна уже. И без continuous delivery у нас будут долгие релизы. Это самый главный страх. Если у нас будут долгие релизы, то, скорее всего, будет страшно релизить постоянно, часто. То есть следующий релиз мы будем его бояться. Ну, логично, что что-то пойдет не так. И в итоге они становятся еще больше. То есть перебороть этот страх, зарелизиться часто для того, чтобы максимально быстро проверить, работает или нет. Если что-то пошло не так, то исправить. Это как раз к страху совершения ошибок в культуре, совершения ошибок в компании. Это очень важный элемент. И вот если мы релизим долго, то, скорее всего, следующий релиз будет еще дольше. Всегда хочется сделать, даже если мы работаем по спринтам, спринт следующий еще дольше, потому что кажется, что мы сможем больше сделать. На самом деле это абсолютно не так. Скорее всего, мы сделаем столько же или меньше, потратим времени в два раза больше. А время это фод сотрудников, а фод сотрудников это деньги компании. Соответственно, мы просто увеличиваем затраты на фод, а эффективность у нас не растет, а может быть даже и падает. Если углубляться в Continuous Integration чуть-чуть более детально, то весь код, который пишет команда, скидывается в один репозиторий. И каждый программист работает в определенном секторе этого репозитория. Когда они заканчивают какую-то часть кода, то отправляют ее на тесты, проверку, но лучше, чтобы там были автотесты. И, соответственно, все кусочки соединяются друг с другом. Таким образом, к концу дня мы можем понять, что такой-то набор функционала здесь классно перформит, либо нужны доработки и исправления. То есть это непрерывное улучшение, то, про что, собственно, Agile. И Continuous Integration, который позволяет выстроить улучшение как раз непрерывно. Главные плюсы от Continuous Integration заключаются в том, что на ранней стадии можно выявить все баги, которые у нас существуют, исправить их. Улучшается коммуникация между всей командой, то есть все примерно понимают, что они делают, и есть визуализация всех процессов. Баг получается искать в целом быстрее. Не надо сидеть и ждать, пока закончится тест кода, то есть можно работать над новым кусочком. И очень много обратной связи, соответственно, получаем мы вовремя. В общем-то, все. Если хотите почитать про Continuous Delivery или Continuous Integration, к нам на сайт переходите, там подробные статьи по этим темам. У нас прям такая своя Википедия есть. И обязательно подписывайтесь на наш канал, здесь будет много видео по разработке, по осознанной разработке, по бережливой разработке и по Agile разработке. И обязательно, повторюсь, подписывайтесь на наш канал, здесь много классных видео. И учитесь у нас на сайте тоже. И если хотите, придем к вам в компанию и по Test Driven Development прогоним, и, соответственно, по XP, экстремальному программированию, и по Scrum выстроим вам тоже работу ваших команд разработки, чтобы перформить максимально эффективно. Спасибо! Меня зовут Миша Ряженко, компания Lead Startup.